Проблема бездомных собак На сегодняшний день приходится мириться с тем, что бездомные собаки существуют, что их достаточно много и в ряде случаев они могут представлять существенную опасность для нас, для населения Мы не можем отрицать тот факт, что собаки в больших количествах бегают по улицам наших городов Поскольку на сегодняшний день не удается избавиться от них одним махом, наиболее оптимальным является бесконфликтное совместное существование Возникает вопрос, что же все-таки делать? Во многих европейских странах эту проблему решили очень своеобразно Для людей, которые подвержены риску быть укушенными, а это почтальоны, курьеры, различные службы социальные Были проведены специальные занятия, на которых было объяснено, как действовать в случаях, если вы повстречались с собакой Как за территорией частного дома, например, владельческой, так и бездомными собаками Хотя в Европе их практически уже не осталось Так, например, в Голландии после таких занятий количество укушенных почтальонов сократилось на 80% Мы вынуждены в настоящий момент, скажем так, общаться с собаками в этих ситуациях на их языке Тогда намного проще будет избежать агрессии с их стороны, покусов и вообще каких-то, так скажем, ситуаций, которыми мы не можем управлять Суть этих правил заключается в трех простых вещах Не смотреть, не разговаривать, не трогать Эти правила в первую очередь касаются детей Родители должны объяснять им эти простые истины Итак, у нас возможны две ситуации Когда собаки относятся к нам нейтрально, нам нужно просто пройти мимо них И вторая ситуация, когда собаки обратили на нас внимание по какой-то причине И нам нужно уберечь себя от атак или вообще от покусов, скажем так, каких-то конфликтных моментов Значит, в первом случае как раз действует вот это правило Не смотреть, не разговаривать Желательно пройти мимо этих собак как можно более спокойно, нейтрально Чуть расправив плечи, уверенно, но не смотреть в сторону собак То есть чуть отвернуть голову В большинстве случаев этого бывает вполне достаточно Собаки не обратят на вас внимание и будут заниматься своими делами Второй случай, ну, как бы более сложный Это когда все-таки вы явились объектом внимания собак Несмотря на то, что вы шли нейтрально Как правило, это происходит, если вы заходите на либо территорию этих собак, где они кормятся Либо там, где у них есть щенки поблизости Либо, скажем, в стае находится отечная сука В этом случае собаки могут реагировать Что в этом случае нужно делать? Во-первых, нужно остановиться Это первое правило И вот тут уже можно смотреть на собак Даже не можно, а нужно смотреть на собак Вы должны повернуться к собакам лицом, выпрямиться и развернуть плечи Такое противостояние занимает, как правило, немного времени В итоге животные отступят Собака не может напасть на стоящего человека Такие собаки очень редки Это собаки спецподразделения, готовят долгими годами для этого Обычная собака этого сделать не может То есть, как только вы начинаете провоцировать Какими-то криками, своими движениями, взмахами, сумкой Или еще чем-то, как правило, следует нападение Спасибо за просмотр!